В Одесском регионе появится еще семь новых территориальных громад. Рене и Балта могут стать городами областного значения. Решения о приватизации объектов громад облгосадминистрации и областные депутаты будут принимать вместе. За что еще голосовали на сессии, расскажет Ольга Голодова. За 73 решение принято. Депутаты областного совета приняли решение о создании Морозлиевско-территориальной громады. Кроме нее будет еще шесть. Балвская, Беляевская, Великомихайловская, Красносельская, Расквитовская и Червоноармейская. Под вопросом остались только Тузлы. Тузлы мне отказали. Тузлы в перспективном плане есть. Они там приняты. Не набрал голосов решения о проведении выборов в Тузлинской громаде. Но я думаю, что на следующей сессии постараемся набрать эти голоса. У нас прибавилось шесть громад, но одна громада убавилась. Это вот у нас было на минулому заседании принято решение по Таировске селочной громады. Там была Таирова и Сухий Лиман. А на Нева нет, поэтому 29 объединенных громад на сегодняшний день. Кроме этого, депутаты приняли решение о присвоении Рене и Балтии статуса городов областного значения. Этот проект еще рассмотрит Верховная Рада. Также Одесский облсовет передал облгосадминистрации полномочия по приватизации объектов, которые находятся в общей собственности громад. Если раньше эти вопросы решал облсовет, то сейчас будет рассматривать ОГА с учетом мнения депутатов. Каждая фракция должна делегировать представителя. Каждый конкретный вопрос тоже заранее утвержден по внутренней процедуре этой межфракционной группы. Без этого ни один объект не должен пойти. Каждая фракция будет участвовать при каждом объекте, но сделать это электронное прозрачное. А еще депутаты проголосовали за создание целевого фонда дороги Одесского региона. Он позволит приватным и государственным предприятиям вместе собрать деньги на строительство необходимых трасс в области. А вот анонсированные ранее вопросы раздомбовки озера Сосык депутаты не обсуждали, потому что комиссия только недавно завершила свою работу. Я уверен, что мы поддержим вопрос, но это просто вы должны понимать, что это только начало пути. То есть областной совет возьмет на себя в случае принятия решения, политическое решение, что дамбу надо раздомбировать. Это не означает, что завтра начнутся работы. Это означает, что необходимо искать деньги вначале на проект, потом на самую работу. В целом сессия длилась недолго. На все вопросы ушло не более двух часов. Ольга Голодова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Сотрудники теплоснабжения города Одессы уже два месяца не получают зарплату. В связи с этим тепловики готовы объявить забастовку. По словам исполняющего обязанности директора ТГО Сергея Овсова, такая ситуация общая для всей Украины сложилась после прошлогодней инициативы Кабмина. В нашем предприятии и на предприятиях всей Украины с 2014 года действует 10-17 постановок. С 18 июня 2014 года, которое расщепляет деньги без нашего участия. И все деньги идут на оплату долгов на Кнафтагаз и Одесской ТЭЦ. То есть мы не можем пользоваться нашими деньгами, которые нам платят люди. Таким образом, профсоюз тепловиков написал обращение к президенту Украины с описанием проблем предприятия. Кроме того, временное решение вопроса с зарплатами, возможно, удастся найти на местном уровне. Мэрия выделяет нам бюджетная комиссия, которая дала нам возможность, согласовала вернее, выделение 18 миллионов на выплату заработной платы за июль-август текущего года. Потому что денег мы собрать не можем, люди не платят. Просто за долги, которые они должны заплатить, но они не хотят платить их. Продолжение следует...